всем привет значит будет сейчас распаковочка интересной штуки вот такая вот штука пришла мне вот распаковочка окно и первая распаковка на канале шевроле авиа опа уже на такое сейчас подумают все она уже не подумает уже прочитали название видео мы смотрим что это такое а это проставка вместо катализатора вот эту проставочку я сейчас буду устанавливать вместо катализатора вот так вот она сваренная ничего так здесь штампованная лист вот так вот внутри это выглядит сейчас буду устанавливать вместо катализатора а чтобы сейчас мне начнут говорить что необходимо там какую-то стронгер ставить глушитель там какой-то банку непонятно что я сейчас запишу звук до замены до снятия катализатора из-за мил установки вот этой проставки и после замены после установки вот этой вот проставки вместо катализатора зачем я так делаю я катализатор потом продам и верну деньги за вот это вот байду значит эта вот штука стоит 150 гривен с пересылкой значит наложным платежом я ее заказывал на пересылкой с наложным платежом она обошлась в 205 гривен это уже все это ее стоимость это цена за то что мне ее прислали за пересылку денег за все это полностью с доставкой 205 гривен я ее установлю вместо катализатора который у меня умер значит постоянно бил ошибку неэффективная работа катализатора я поставил эмулятор на второй лямбда зон кто не видел посмотрите там у меня будет видео на канале есть ну а сам катализатор он мне в принципе не нужен теперь зачем он мне знаете он просто теперь ухудшает работу двигателя так как он задерживает глаза и возможно даже забитые уже возможно даже расплавленные уже я же не знаю сейчас разберу да посмотрю если он расплавленный и забитый то машина будет намного хуже ехать на высоких оборотах особенно так если ну и вообще сам по себе катализатор он задерживает ну прохождение затрудняет прохождение выхлопных газов почему да потому что допустим даже если у него сечение больше там чем труба после него то сам катализатор сами соты они нагревают дополнительно газы до высокой температуре газы расширяются и получается такая типа пробка и давление получается то есть затрудняется выход выхлопных газов а это в свою очередь сказывается на динамике автомобиля на расходе топлива а если катализатор расплавился то может даже и поршневая выйти из строя повредиться там и кольца поломать что хочешь может потому как начнет выпирать масло с двигателя со всех щелей если катализатор расплавлен и забит наглухо ну и тяга естественно пропадет расход будет сумасшедший ну и так приступлю к замене для начала чтобы снять катализатор необходимо открутить вот эту вот защитку и защиту двигателя нижнюю ну кого стоит я думаю у всех стоит защита откручиваются вот три болта вот раз два и вот три еще придется открутить датчик кислорода он же лямбда зонт вот он или разделе единить фишку и попробовать ее продеть вот это отверстие если она вот это отверстие от защиты пройдет то зонт скорее всего датчик кислорода можно и не снимать так вот приступлю сейчас откручу эту защиту зонт и так попробую не снимая не выкручивая датчик кислорода снять саму эту же стенку фишку я разъединил к датчику кислорода и снимаю жестяную эту защиту вот она проходит она вот и фишка просто пропускается через отверстие вот вот как и покрасил обычной для котлов продается такая краска где продают котлы отопления эта краска какая-то термостойкая для котлов вот из баллончика покрашена защита не ржавеет значит вот по незнанию я купил гайки на 8 здесь оказывается гайки на 10 вот вот так вот вон третья гайка вот две гайки вот одна вторая и вон там вот третья гайка их необходимо открутить и снизу тоже 3 открутить и катализатор выпадет вниз и так попытаюсь здесь сейчас открутить пока тем более она горячая всегда старайтесь откручивать гайки на системе выхлопной пока она все горячее иначе можно сломать шпильки о пошла одна есть откручивается гайки все нормально так кажется я уже вижу в чем будет проблема сейчас у меня проблема будет в том что болты это являются шпильками катализатора да так и есть болты не удастся мне вынять они являются шпильками катализатора значит придется мне сейчас сразу искать болты а потом продолжать демонтаж потому как если я сейчас разберу а болта у меня в запасе не окажется таких то бы это будет проблемка придется ехать потом обратно собирать придется ехать и все равно искать болты значит я сейчас у себя посмотрю если болты не найду то сразу сейчас поеду искать болты и гайки так ну вот если со шляпой мерить то получается 40 44 сантиметра болты мне нужны длиной ну то есть вот такие вот вот такие длиной как вот эти мебельные 4 сантиметра но только мне нужны какие-нибудь автомобильные и с мелкой резьбой и 6 гаек 6 болтов получается и 6 гаек поеду поищу по магазинам продавцу этой проставки конечно большой минус ссылку я на продавца под видео оставлю можете проставки заказывать но знаете о том что перед тем как заехать на замену болтов на замену катализатора на проставку вам придется еще заранее купить болты ну и так ладно все закрываю капот закручу эти две гаечки и еду искать болты по магазинам так ну в общем съездил я в магазин купил мебельные болты вот такие кто скажет что я могу сказать что это не я я просто живу в маленьком украинском городе а он у нас по выходным чернобыльскую зону напоминает все магазины работают до обеда а после обеда на улице одни голодные собаки может быть пробегают раз полчаса и даже людей на улицах особо и нет то есть на выходных город умирает ну вот то есть болты купить не удалось нормальные автомобильные пришлось в хозяйственном магазине это непонятно чего он еще не закрылся короче в хозяйственном магазине купить вот такие мебельные причем взял я сразу на 50 миллиметров 6 болтов и на 40 миллиметров 6 болтов ну я просто точно не знаю размер думаю если на 50 влезут болты то я поставлю по две гайки вот так вот деваться некуда буду делать из того что есть так продолжу снимать катализатор машинка как раз прогрелась хорошо сейчас должно все нормально откручиваться все верхние болты и открутил сейчас перехожу под машину откручу там защиту и покажу как там дальше она будет происходить и так ну в общем вот и под машиной в яме и сейчас откручу защиту защита держится вот здесь у меня гаечка на 6 вот здесь 2 и 2 гайки на 8 сзади ночи их необходимо открутить и все и защита сама снимется так все защита снята так ну а теперь все же при этот перехожу катализатор значит вот вот снизу три болта три гайки точнее опять же сверху три гайки было а теперь вот снизу вот эти три гайки которые мне сейчас необходимо открутить и после того как я их откручу вот эти три гайки и вот этот кронштейн вот и вот этот кронштейн мне еще открутить и катализатор можно свободно вниз вынять так ну и так откручу ухты открутилась так нормально так все катализатор откручен он уже сам выпал вниз так вот он вынимая осторожно тут чтобы ничего не этот не повредить так есть вынял я катализатор в общем вот вот как выглядит мой катализатор вот он красавец вот такие соты в нем даже беленький то есть катализатор у меня был в моем автомобиле в нормальном состоянии ну как в нормальном состоянии его сот было нормально вот это вот его верх ну верх конечно видно уже пострадал видно соты уже повреждены не знаю видно вам или нет вот уже подзабитый подзабитый ну как же проверить катализатор ну вот я вынял его был ли он забитый ну в принципе ну вот сейчас так положу и посмотрим он должен просвещаться вообще он должен сейчас да вы знаете вот просвет есть есть катализатор был целый ну как целый забитый особо не было вот так вот если видно ага вот видно вот эту точку вот эта вот точка это вот сквозь соты видно ее вот это белое вот он так вон она смотря под каким наклоном вот поворачивая и видно просвет значит катализатор забитый не был ну оно и хорошо дороже продам в таком состоянии я думаю катализатор будет стоить дороже ну в общем все сейчас я с этой проставочка его сравню теперь возьму проставку и посмотрим как они между собой отличаются по креплению не отличаются так ну вот в общем вот он мой катализатор и и проставка значит сравниваю значит вот это вот низ вот получается вот так как то так точнее вот если смотреть так ну лучше поэтому смотреть здесь с эксцентриком кто не знает еще на катализаторе вот здесь еще кольцо установлено уплотнительное вот это кольцо но его при ремонтах там можно менять его выколупаю так вот кольцо еще уплотнительное стоит здесь то есть прокладки нет ну это и есть кольцо прокладка не знаю даст ли мне его выколупать наверное я его не выколупаю да и не надо она мне так ну в общем это кольцо продается можно можно менять его можно вырубить и потом можно заменить но я не буду его трогать значит вот как получается можно даже сравнить так вот можно сравнить крепление как их сравнить я сейчас покажу сравнить их вот одевается он или не одевается а нет у него эксцентрично получается еще и относительно значит еще и смещен смещение идет относительно центра вот это вот верхняя штука еще носительно центра смещена то есть вот так вот одеть не получится ну ничего ладно так так ну ка по обратной стороне посмотрим так у ну это западает это пойдет так значит вот такими ну видно шпильки здесь как видно не вынимаются с катализатора вот это шпильки вон они вынять их возможности нет никакой так так что если покупать такую проставочку то необходимо обязательно покупать вот такие болты так дальше дальше вот как будут болты эти мебельные нормально 40 миллиметров я думаю на самый раз ну и что устанавливаю единственное сейчас я покажу еще одну хитрость мою какую хитрость в принципе я думаю это должно быть у каждого вот воспользуюсь я вот такой вот есть герметик для выхлопных систем это такая штука она как шпаклевка вот она такая вот как шпаклевка тянется она там со стеклотканью и вот такая вот ликви моли для выхлопных систем герметик так вот не знаю кому там видно будет вот здесь срок годности там инструкция какая-то температура вон видно 700 градусов выдерживает поставите на паузу кому интересно почитаете значит вот этой фигней вот этой вот мастикой такой герметиком я намажу флянец вот этот вот и вот этот флянец сейчас намажу закручу эту проставку вместо катализатора ну и покажу соответственно какой будет звук так ну уже обратный монтаж я не буду показывать этой все этой проставки потому я показал как катализатор снимается обратно то же самое только наоборот закручивать ну ладно сейчас сейчас я это установлю на место и покажу так ну сразу покажу как намазывается так где у нас верхушка верхушка вот это так вот это вверх получается ну и вот как как мажется это герметик вот паста ликви моли вот она кстати хранится до долго у меня это паста лежит очень давно уже вот так вот намазывается по кругу и сразу же устанавливать необходимо на место потому как засыхает ладно все сейчас поставлю потом покажу так в общем я еще снял вот этот патрубок который с гофры у меня идет вот он вот этот вот патрубок снизу прикручивается катализатор и у меня вот здесь ударенная видимо без защиты пока катался я или бывший хозяин и где-то долбанул вот получилось такая вот вмятина такая приличная вот она так ну это же естественно мне не нравится я хочу выровнять эту вмятину сейчас я выкручу лямбда зонт он же датчик кислорода вот сейчас и выкручу его чтобы не повредить пока ровнять буду кто помнит предыдущее видео называлась она по моему эмулятор лямбда зонта то вот он здесь стоит вот он заклеенный ничего тут не изменилось с тех пор я езжу сколько уже давно уже ошибок нет так так выкручу датчик так вот этот датчик кислорода черный весь не знаю короче откладываю в сторонку и и сейчас буду ровнять вот это вот место так нагрелась она до красна и сейчас небольшой кувалдочкой так вроде выровнял сейчас я покажу опа вот она вот видно так ну думаю видно да вот этот вот изгиб он был полностью вмятый ну так ну прилично так вмятым был все выровнялась все нормально ну значит вот как получилось это вот снизу пришлось поставить по две гайки на всякий случай потому как болты мебельная не нашел я нормальных автомобильных болтов значит болты 4 сантиметра в длину 10 миллиметров толщиной диаметр болты 40 на 10 вот так вот выглядит катализатор твой какой катализатор проставка вот она так вот так вот она смотрится снизу сбоку короче сейчас еще сверху покажу и поставлю защиту буду заводить точнее ну я сразу сейчас поставлю защиту и покажу как сверху еще смотрится и буду заводить звук вот возле глушителя такой примерно здесь расстояние 50 сантиметров от глушителя какой звук до установки этой проставки вместо катализатора итак звук после удаления катализатора звук ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот звук до замены катализатора на проставку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звук работы системы, главной системы после удаления катализатора и установки вместо него проставки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, по ощущениям в салоне автомобиля звук не изменился вообще. Еле-еле там, если так вот прислушиваться, то слышно какой-то такой при наборе газа такой цик такой, вроде сечёт, как вроде сечёт где-то такой чик-чик. Ну, это из-за того, что банка пустая. Ладно, сейчас ещё послушаем, как же возле капота звук звучит. Так, ну вот, звук до замены катализатора на проставку под капотом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звук. Без катализатора возле капота. Без катализатора. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, результат вроде неплохой. Попробую еще поездить. Посмотрю, как она будет себя вести. Какой звук бы на улице будет. По ощущениям. Сейчас немножко покатаюсь. Ну, хоть домой доеду. Ну, а потом уже там в машине прям сяду. Допишу концовку видео. Сейчас еще попробую позвонить куда-нибудь. Попытаться продать катализатор свой, который я снял. Сейчас хотя бы узнаю цену, за которую я могу его продать. У меня в гараже теперь есть 3G интернет. Вот такая вот штучка. То я попробую прям из гаража. Так, сейчас эта штучка установит там свои приложения все. Сейчас подключусь к интернету и попробую найти, кому продать вот этот катализатор, который я только что из АВЭО вытащил. И интересно мне узнать, сколько мне за него дадут. Ну, и так я сейчас поищу и покажу вам. Так, ну вот. Я подключился к интернету. Сейчас попробую найти, кому продать катализатор. Вот он стоит у меня. Так, покупаем. Покупаем катализаторы. Б.У. Украина. У нас так. Урина получилась. Кураина, бля. Ха-ха. Кураина. Кураина. Так. Покупка катализаторов по всей территории Украины. Так, ну попробуем дозвониться этому чуваку. Так, вот, если видно вам. Видно, не видно. Вот так вот. Так. Вот, катализатор. Стоит. Вот, покупка катализаторов по всей Украине. Так. Сейчас попробуем позвонить. О! Прайс-лист можно посмотреть катализатором. Так, прайс-лист. Угу. Крайслер. Так, ну я не знаю, купить, продать. Сейчас я попробую дозвониться этим. Этим, этим чувакам. Вот. 0,63. 740. 3. 23. 48. Так, сейчас узнаем. Ну, вот, повидач. Трубу не берут. Вот, уроды. Ладно. Ищем дальше. Купим катализатор в Украине. Так, смотрим. Цена катализатора. Так, мерседес. Так, сейчас несу. Так, не вижу я шевролевских. Ладно. Цена катализатора на воскресенье 3 апреля 2016 года. О, сегодняшние цены. Так, наверное, Opel GM от 300 до 9 тысяч гривен. Катализатор. Ну, я думаю, так. Самый дешевый катализатор от 200 гривен. Только я не понимаю. А, килограмм. Вес килограмм. Не знаю, даже. Килограмм в целиком. Или килограмм сот. Или, ну, вообще, непонятно. Что-то как-то. Здесь по весу вот. Так. Вот. Вот так вот. По ощущениям, вот здесь вот по весу. Вот я как чувствую. Ну, килограмма 3-4. 3 точно. 3 килограмма точно. То есть, получается, ну, гривен 500 он должен стоить. Ну, я думаю, даже больше. Так. Ну, теперь попробую дозвониться все-таки им. И узнать точно. Так. 0,67. 3-144. 71. 10. Так. Ну, набираю. Сейчас узнаю. Ну, вообще, трубку возьмут. В воскресенье уже. Ушибка. Ушибка вы. Короче, блять. Короче, хрен куда дозвонишься. Вот что я могу сказать. Ладно. Интересно, с чем закончится всем, да? За сколько я продам этот катализатор. Блин, ну, хоть отдельное видео снимай. Наверное, я походу сниму отдельное видео. Я пороюсь, созвонюсь с этими чуваками. Сниму это все, попытаюсь. И, наверное, запилю отдельный видос, как я продал катализатор. Ну, а так, это видео просто будет о том, как я его заменил. Ну, ладно, что? В воскресенье не могу я доснять. В воскресенье, 7 часов с полвосьмого вечера. Хрен кто трубку возьмет. В принципе, вот, в интернете можно найти легко, кому его продать. Ладно, запилю отдельным видосом, как я его продал. И за сколько, там, уже расскажу. На пару минут видео будет. Ладно, не буду уже тулить в одно все. Просто видео это будет о том, как я... Как заменить катализатор на проставку. Вот такие дела. Ладно. Все. Всем тогда до следующих видосов. Ждите, смотрите. Всем пока. До новых видео. Продолжение. По продаже катализатора будет. Все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»